В полицию поступило несколько заявлений о кражах от представителей пункта выдачи интернет-заказов, расположенных в Заводском, Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова. Заявители рассказали, что неизвестные совершили хищение различных товаров на общую сумму в несколько сотен тысяч рублей. В полицию поступило несколько заявлений от представителей пункта выдачи Вайлдберес, расположенных на улицах Барнаульской, энтузиастов от Джаникидзе и Чернышевского, о том, что неустановленные лица совершили хищение различных товаров на общую сумму в несколько сотен тысяч рублей. Установлено, что в период с конца января по начало февраля 2024 года неизвестные приезжали в указанные пункты выдачи товаров, представлялись курьерами и забирали коробки с вещами, от которых по тем или иным причинам отказались покупатели. Но отвозить данные товары на склад в намерениях у псевдокурьеров не было. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям кража и мошенничества. Сотрудниками уголовного розыска в полицию был доставлен 23-летний житель заводского района. Ранее привлекаемый к уголовной ответственности мужчина признался в содеянном. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра, а также иные лица, принимавшие участие в преступной схеме. Основной фигурант уголовных дел арестован, расследование продолжается. Часть похищенного имущества была изъята полицейскими в ходе обысковых мероприятий. О судьбе остального товара рассказала 21-летняя поддельница подозреваемого, ранее не имевшая проблем с законом. Вы приходили на пункты выдачи, у вас сотрудники что-то, не спрашивали документы у вас какие-то? Нет, ничего не спросили, просто предъявили приложение, то что мы устроились. Ага, все понятно. С данным товаром что вы делали, куда девали? Что-то продали, что-то по знакомым отдали и детские вещи отнесли в детский дом. Идея подобной схемы развода родилась у подозреваемых не случайно. Ранее они работали на складе сортировочного центра. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.